всем привет дамы и господа продолжаем играть в игру farming simulator это у нас карта еленовка колхоз имени ленина сегодня у нас уже по моему 30 день 30 или 31 не помню точно вот на данной карте ну почти полдень почти полдень сегодня ясный солнечный день все скажем так все условия нам созданы для нормальной рабочей смены возможно даже и ночной не знаю посмотрим так чем мы будем с вами заниматься не знаю посмотрим а сегодня кстати не ясный день в принципе сейчас вот ясный а вообще должно должно быть немножко пасмурно распродажи давайте посмотрим свеклы есть но свеклы у нас нету поэтому нам как-то все равно ткс что это у нас у нас тут кстати говоря картофель можно собирать картофель также что еще можно собирать ну и собственно все пока пока больше ничего нельзя собирать но мы найдем естественно работу себе это для нас не проблема давайте найдем сейчас сначала комбайн который вот кстати траву будем косить как вариант так вот вот он наш горе комбайн так с комбайном а решили вопрос а мы теперь естественно надо грузовик подогнать под это дело так тут все понятненько все чинно благородно солому мы не можем пока собирается давайте мы сейчас займемся вот чем так силос тоже нету давайте мы сейчас начнем убирать траву так трава склад так разгруз трава а что-то непонятно ясно а трава склад что такое непонятно а трава склад это у нас все я понял что это такое трава поля нам интересен маршрут и давайте посмотрим северо-запад на восток так и собственно разгруз разгруз данного комбайна все этот паренек сейчас начнет работу давайте посмотрим что у нас с водой может кому-то надо воды подвести начнем с коров они ближе всего у нас расположены и больше шансов что именно коровам нужно нужно именно подвести воды давайте посмотрим давайте посмотрим да действительно немножко воды требуется сейчас посмотрим сколько именно так надо будет еще овцам подвести ну курам тоже заглянем тоже им подвезем мы с вами вчера под конец стрима подвезли сюда вот в наш вот этот вот резервуар на смесителя в эти три резервуара все ингредиенты и в принципе в принципе они полные сейчас и проблемы с ними сейчас нет смотрите сколько воды требуется вот только сейчас она заполнилась думал совсем чуть-чуть надо там почти 30 тонн вошло ну 25 грубо говоря так сейчас мы посмотрим что у нас там с травкой пока будет здесь заполняться да вон 30 30 процентов заполнения кузова уже приветствую здоровенько здоровенько ребята подписывайтесь обязательно на youtube канал скорее всего с твича я буду уходить буду стримить наверное на ютубе но во всяком случае сначала попробуем вот а потом уже более точно вам об этом скажу вот потому что что то какие то проблемы на твиче у меня не работает ни чатик ну точнее чатик работает но он подвисает жестоко вот в общем куча глюков подписчиков мало вот скорее всего буду пробовать стримить на youtube канале вот может быть там будет меньше глюков и собственно проще наверное будет управлять одним одним скажем так аккаунтом нежели прыгать и на ютубе и там стримить и или там просто выкидывать видео или просто стримить на твиче то есть немножечко это напряжно ну вот поэтому попробую и скорее всего буду только на ютубе присутствовать на твиче наверное не буду так куда мы хотели мы хотели съездить ковцам заехать куром ну и тем и другим налить водички если требуется заодно посмотреть наши смесители немножечко здесь вот подубавилось вот так что надо будет иметь ввиду что этот смесительный аппарат раньше прекратит работу сейчас сюда нальем сколько тоже не хватает воды а сюда мы давно не привозили поэтому не знаю не знаю наверное тоже много надо будет сливать так вы нет смотрите тут немножко всего 8 тонн взяли сейчас заедем куром куром тоже воды нальем и отправимся на ферму на ферму так здесь тоже полна коробочка на ферму поедем сначала зальем цистерну потому что там вода платная вот возле ресторана и нам это не очень будет выгодно тратить эти деньги потому что по моему 10 тонн воды там стоит по моему 1000 евро что ли ну посмотрим посмотрим если там действительно много воды нужно то можно будет принципе прикупить если же одной бочкой обойдемся то в принципе поедем обратно так что как то вот так с твичом у нас что то как то не лады ребята ну вот в общем не знаю не знаю что то мне посоветовали говорит а лучше на ютубе вот и стриме и выкладывай видео ну скажем так будет наверное получше вот так 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 кстати говоря немножечко я ютуб канал свой почистил почистил в плане чего в плане того что какую мне музыку подкинули она была скажем так с авторскими правами и для стримов не подходила вот вот поэтому часть видео которых я использовал эту музыку вот якобы без авторских прав вот пришлось пришлось удалить вот ничего страшного там их не так много может быть с десяток от силы вот поэтому не очень мы скажем так обнищали вот наверстаем наверстаем обязательно упущенное ну наверное две цистерны здесь будет две цистерны вот и в принципе одну наверное мы прикупим хотя кто знает может и не две может быть одной обойдемся что-то вот тут уже почти полное почти полное кстати с зерном тоже немножечко он просела так чик ну да ну да смотрите пятьдесят четыре процента потратили обойдемся одной цистерной не буду я покупать у них воду в ресторане пошли они нахрен а вы только задумайтесь для поросят покупать воду в ресторане вот это тема да вот одно дело если просто там да слить там с колонки а другое дело купить воды воды для поросят в ресторане вот это жесть конечно так ну что тут ну да совсем чуть-чуть не хватило смотрите а вот поросята зерно не едят совсем почти вот смотрите вот как было полное так и осталось ну и ладно в основном воду пьют наверное едят картофель силос там моносмесь и так далее вот он этот ресторан в котором нам предстояло бы покупать эту воду ну мы не настолько богатые чтобы в принципе по тысячу евро выкидывать за 10 тонн воды вот у нас всего вон видите 39 тысяч евро поэтому ну не знаю не знаю пока я лучше поездил к себе на склад и со своей скважины скажем так буду черпать эту воду немножко как-то не очень он так рулит наш масс с пустой цистерной на неспомнили намного лучше вот так ну все водичку смотрите везде развезли ой ой напрасно тетя вы так слезы льете прервать маршрут этот товарищ видите не разгрузился так сейчас мы отправим его еще разок еще разок на на разгруз пока он будет разгружаться вот мы его потом перекинем перекинем опять на покос покос травы с травой у нас проблем нету даже на красном партизане у нас тоже проблем нет последний раз последней серии мы за один приход убрали по моему 500 тонн травы то есть с одного поля мы поимели 500 тонн травы вот здесь вот как мы видим у нас тысяча ну будет наверное тысяча 850 10 как-то вот так вот такс да точнее посмотрим даже наверное тысяча восемьсот шестьдесят или семьдесят что-нибудь типа того да 70 так запускаем по маршруту куда ты поехал родной едь пожалуйста прямо не надо начинать какие-то выкрутасы вот так поехали сейчас наполним мы цистерну водой на всякий случай мало ли здесь какие-то будут экстренные такие моменты когда нам срочно нужно будет вода цистерна будет собственно пустая вот не хотелось бы такие моменты нам получать вот поэтому лучше лучше заправить заправить немножечко люк приоткрыть ну чтобы вода не задохнулась не протухла вот и в принципе хотя наверное в этой бочке предусмотрено такое скажем так чтобы какая-то вентиляция этой бочки была вот чтобы воздух попадал и в принципе вода не застаивалась не протухала вот и в принципе не даром не даром мы за нее отвалили там я не помню сколько но очень много бабла тысяч по-моему то ли 70 то ли 80 евро за данную за данную бочку так припаркуем ее опять же здесь ну что-то как-то у нас пошло вот так вот что здесь у нас парковочный вот этот вот не отсек а пустые пустые так ну что здесь наверное давайте попробуем что-то может намешали уже нам моносмеси посмотрите нет а вот вот не очень не очень здесь как-то нам надо наверное будет трубу повернуть в другую сторону кстати всего полторы тонны что что не понял а вот пошла сыпаться вот не знаю сейчас посмотрим сколько насыпят вроде тут уже у него в бункерах то и толком то нет ничего ну да вот 18 тонн 18 тонн всего лишь елки-палки что ж такое никак не развернулся так ну не ладно 18 тонн тоже в принципе дело да я думал целая палета там не целая палета а там где-то половина может чуть побольше уже так вот моносмесь сюда всыпаем всыпаем моносмесь и наверное так покос покос два процента что-то я не понял а что не так то почему два процента так сейчас пойдем разбираться что-то не косит не косит у нас у нас паренек так будем искать где он тут спрятался вот смотрите он что-то через ряд у нас начинает косить ряд косит ряд нет что-то какой-то мутный паренек с чем это связано даже не знаю вот он мы видим здесь он проехал и не прокосил не прокосил этот рядок злодей какой-то так так чем мы еще займемся с вами давайте наверное попробуем немножко щепу попроизводить вот была у меня такая мысля так нам нужен аппарат для изготовления щепы да так а сколько он стоит нет ну такой я не буду брать это понятно мы купим модифицированный только вот где он его еще найти надо а вот нам оборудование для этих да вот ух ничего себе четыреста шестьдесят пять тысяч он стоит у нас таких денег нету да дела значит было лайку значит не получится у нас ничего пока место ну что есть у нас другой вариант мы пока попилим деревья подготовим под скажем так щепу как на наберем деньги то в принципе и собственно начнем производить а сейчас просто выпилим весь лес для этого нам нужен будет если у нас не куплен конечно еще захват под погрузчик я не знаю где то я его покупал возможно на красном партизане возможно на красном партизане да наверное так и есть так сейчас купим здесь вот этот нам нужен лизард так купить купили это мы отцепим нам пока оно не надо вот будем будем пилить давайте заправимся ладно раз пока рядом вот пока у нас все вот это дело работает мы сейчас с вами займемся следующим будем валить деревья елки-палки неважно хоть вот здесь вот на пятаке вот на этом вот но здесь елок не так уж и много в принципе есть в другом месте тоже много елок вот в принципе нам не важно елки там будут либо какие то другие деревья вот просто елки их можно они более ровные с ними меньше геморрою скажем так вот то есть мы можем спокойно их цеплять скидывать в одно место ну грубо говоря сделать какое то место где у нас будет это все лежать а потом просто подъедем вот этим вот комбайном который перемалывает вот это вот все наше дерево в щепу вот и собственно будем перемалывать вот для чего это делаю ну просто для того чтобы если конечно хорошо пойдет можно будет там продать что-то вот ну я сомневаюсь что хорошо пойдет а в прошлый раз мы пробовали у нас как-то не очень было вот ну правда у нас в прошлый раз и не было вот такого погрузчика который очень хорошо себя в прошлый раз зарекомендовал вот поэтому поэтому мы с вами попробуем ну что там всего у нас затраты-то в районе 4000 евро поэтому не такие уж большие деньги чтобы в принципе не заниматься этим делом в принципе нам пока все равно заниматься нечем четвертое поле у нас убирается убирается вот даже можно посмотреть да действительно вот он убирает картофель там осталась половина где-то вот и в принципе в принципе мы с вами немножечко вот эти вот деревицы скажем так подредактируем подпилим немножко вот то есть подредактируем карту вот сейчас надо доехать до магазина забрать наш вот этот зацеп не знаю как он правильно называется вот кстати надо поглядывать одним глазком за нашим травяным комбайном вот уже 74 тонны он насобирал но что-то как-то он мне не нравится как он работает он иной раз рядок допропускает ну то есть в общем какой-то мутный мутный паренек вот так у нас вроде больше ничего пока не созрело можно немножечко увеличить скорость скажем так времени ну чтобы побыстрее все это дело ёлки палки да что ж так меня колбасит вот протекала вот давайте тридцаточку поставим да ё-моё вот что значит у него спереди нету никакого веса и он прям вот поворачивает офигенно так резко так ну вот мы добрались до нашего автосалона вот сейчас зацепим наш вот этот вот зацеп ёлки палки он перевернулся ну ладно это фигня на самом деле у нас же погрузчик так мы можем по-любому этот прицеп прицепить так сейчас подымем ну и собственно вот так нагнем опа жареные раки так ну вот собственно прицепили мы нашу вот эту вот хренатень и сейчас поедем поедем найдем себе место вот где будем пилить деревья по моему у нас бензопила была вот также нам потребуется потом пинкорез ну не знаю посмотрим как оно пойдет может быть мы сможем пока обойтись без пинкореза у нас он в принципе есть но только надо трактор трактор для этого дела тянуть а нам в принципе немножко лениво лениво не хочется отцеплять его от погрузочной ленты вот и в принципе так вот шерсть сто процентов а что сто процентов там же есть место где ее хранить что они мне сказки рассказывают ну вот один поддон собственно появился потом кстати говоря надо будет вывести его у нас там вилы лежат вот для погрузчика вот этим погрузчиком собственно и будем потом вывозить в одной серии мы уже вывозили на продажу данную шерсть вывозили по два по две палеты так кстати говоря смотрите транспортировка это уже идет где он где он вот прервать маршрут прервать прервать маршрут назад чутка ну вот собственно поехали да вот из-за такой вот скажем так косячные системы из-за того что он сам не может разгружаться приходится нам вот так вот переключать вот эти вот режимы тратить на это время отвлекаться от дел ну что поделаешь вот такой вот у нас немного косячные комбайн но зато смотрите как он быстро качественно косит траву и вот на все его вот такие вот выходки я в принципе закрываем глаза вот ладно не будем о печальном поехали дальше вот сейчас доедем до места там возле фермы по-моему хороший такой лесок и в принципе мне кажется там одни елки по-моему одни елки и в принципе можем нормально так там напилить напилить вот главное наверное все таки чтобы нам пеньки не мешали вот но скорее всего перемешать они пеньки нам будут вот и все равно все равно придется убирать убирать пеньки вот что в принципе немножко напрягает так так можно конечно было бы и вот здесь попилиться но чтобы здесь пилить надо в принципе сразу иметь комбайн здесь у нас частенько прокладывает прокладывая маршрут частенько ездят машины машины трактора и так далее вот поэтому хотелось бы конечно чтобы не было такого что здесь лежали бы спиленные деревья ну или там допустим вот как здесь пеньки были бы да вот то есть хотелось бы чтобы был какой-то хотя бы более-менее приятный ландшафт здесь вот ну а если будут допустим поспиленные деревья и одни пеньки ну какой здесь ландшафт вот собственно то место про которое я вам говорил очень много елок безумно много вот в принципе здесь наверное мы с вами да вот вот у нас есть бензопила здесь мы с вами и будем наверное заниматься ближайшее время валкой деревьев валкой деревьев и потом далее будем их естественно оттягивать куда-то в сторону так ну смотрите не берет наша пила да так вот здесь где-то надо подпилить наверное чуть-чуть и он должен упасть ну падай ёлки-палки ну смотрите ну вроде уже все уже дерево повалено а меня это все равно держится неправильное дерево как Винни-Пух говорил это говорит неправильные пчелы и у них неправильный говорит мед давайте еще раз попробуем да что ж такое как же толкнуть его жалко нельзя повалить вот так вот толкнув дерево ну приходится вот так вот пилить конечно лучше под откос пилить ну что у нас не получалось о наконец-то ну смотрите сколько мы напилили их чтобы завалить это вон там кто-то уже приготовил кто-то подворовывает у нас скорее всего вот эти вот вот деревья там он уже заготовили заготовили на вывоз себе вот эти вот елки или что это у нас елки скорее всего ели так вот они видите добрались мы до них вот возможно здесь засадим потом еще деревья более так почаще а может быть просто оставим а вот этот пустырь и здесь что-нибудь замутим может какую-нибудь мойку или что-нибудь типа того для начала для начала надо конечно убрать убрать все эти деревья поспилить все расчистить и потом только уже можно на каких-то постройках вести речь так ну пока пока видите мы уже набили руку валим хорошо эти деревья так что тут на самом деле чтобы его повалить нормально надо просто наискосочек пилить чтобы он под весом просто съезжал и если мы там что-то не допиливали просто он выламывает выламывает это место на вот как-то на вот так вот оп вот видите как все чинно благородно и все у нас великолепно потом потом в одну кучу все это добро свезем мне кажется проблем у нас не должно возникнуть вот с этим делом ну и можно будет расчистить пеньки убрать вот эти ну вот потом уже привезем трактор и собственно собственно расчистим так где у нас еще деревья давайте сейчас что-то в этот раз ушли вглубь давайте с краю здесь поспилим все чтобы у нас не было здесь никаких деревьев вот этот что-то нему очень но я все равно упал небольшой там сквозь был все же и он все-таки не выдержал и пал пал под натиском нашей бензопилы Husqvarna опять реклама вот будем рекламировать бесплатно рекламу сделаем от данной бензопиле на самом деле действительно очень хороший инструмент вот Husqvarna ну правда безумно безумно дорогой смотрите какие грибы мутанты сейчас мы до них дойдем больше похоже на эти как они боровики или как они там блин подберезовики по-моему так выглядит нельзя или там чуть-чуть ну ладно вообще под елками у нас по-моему лисички растут но лисички они немножко другие так здесь мы что-то никак не можем найти а нет успела что ж такое-то какое-то хитрое дерево никак я не могу к нему подойти а вот что-то было уже не знаю это наверное будет адски тяжелое дерево не знаю это наверное будет адски тяжелое дерево эти эти как они боровики или как они называются ну в общем я не грибник не грибник не грибник так чисто знаю немножко разновидностей грибов для меня не все одинаковые вот если честно вот ну однажды я тоже когда в деревне был на лето приезжал тоже пошли там заброшенный такой колхозный сад но уже нету колхозов там только у нас вот два колхоза остались которые более-менее наработают это вот колхоз имени Ленина и красный партизан один в Еленовке другой на купанских просторах вот и собственно мы вот их как раз и держим держим на плаву вот так вот и там вот пошли яблоко нарвать и пока подымались он там немножечко на горке так вот находился этот колхозный сад и в принципе в принципе пока подымались наткнулись на какие-то грибы фиг знает что за грибы ну вроде их много было вот и стали рвать нарвали ну вот ну думали конечно что это поганки потому что ну какие могут быть грибы просто на скажем так как на бугру на бугру на бугру где нет на деревьях ничего просто в траве растут вот и как выяснилось не знаю как они назывались эти грибы я уже забыл если честно выяснилось выяснилось что это действительно съедобные грибы правда я их не стал есть не стал рисковать вот ну в принципе в принципе говорят что вполне съедобные и никакие там не поганки так ладно завалили мы кучу деревьев вон смотрите сколько остало пеньков у нас давайте теперь потихонечку их будем ну не знаю вывозить куда будем вывозить наверное к забору какому-нибудь вот чуть-чуть приподнять так стоп что-то я намутил здесь не то нам надо закупорить сразу ловушку оп чтобы он не вывалился у нас не вывалился из скажем так наших лап так ну кстати говоря можно по одному дереву вывозить здесь в принципе нормально давайте так ну чего куда будем вывозить я что-то даже не знаю так чуть-чуть приподнять надо а то что-то цепляемся мы уже за забор вот сюда можно кстати ух ты на что-то нарвались на пенек наверное точно вон на пенек зараза так а вот сюда вот наверное будем скатывать вот к этому вот зданию ну вот вот пускай они там лежат а потом просто с одной стороны подъедем и либо опять же погрузчиком вытянем их наружу либо тогда уже самим нашим а вот трактором вот этим комбайном который собственно и будет будет заниматься ну скажем так уничтожением данных деревьев превращая их в щепу так вот не знаю здесь вот что-то какая-то куча лежит деревьев не знаю зацепим мы или нет тут вот еще и пенек а я его не заметил так как-то надо нам туда проехать блин тут кругом пеньки вообще надо короче наверное вообще надо наверное все таки эти пеньки убирать потому что вот видите я уже сейчас застрял застрял из-за этих дурацких пеньков так сто процентов у нашего комбайна с травой где-то он здесь уже рассекает вот он давайте сделаем вот так что там начинает тупить помаленьку так что он там на убирал то интересно много что-то я не пойму а ну тут наверное сразу и трава отрастает кстати говоря мы же немножко на ускоренном режиме играем поэтому в принципе в принципе трава отрастает и нам в принципе нормально кстати говоря 50 процентов созревания силоса тоже будем продавать вот ну наверное не знаю в этой серии вряд ли а вот скорее всего следующий точно так давайте отправим пускаем дальше едет едет а мы с вами найдем сейчас наш этот белорус где он тут где-то здесь был вот на вот сгоняем заберем так наверное время немножечко остановить а то мы с вами разогнялись очень сильно сейчас наступит ночь и в принципе нас это не очень радует тем более мы работаем в лесу там волки упыри и прочее нечисть и как бы нас кто-нибудь из кубана так что вот такие вот дела сейчас в принципе уже 8 часов вечера тут уже темно наверное в лесу и немножечко жин-жинь вот поэтому не будем доводить до полной темноты итак видите комбайн летает у него прожекторы как скажем так у терминатора вот кто смотрел судный день это второй терминатор это начало тоже такое типа летает вот этот тот робот и тоже у него так вот ожектор горят и такие же лучи вот ну или просто летающий корабль с какими-нибудь инопланетянами которые тупо собирают траву для нашего похоже вот так мы припахали инопланетян и они помогают ну это байки-байки такие чтобы немножечко скажем так уйти от темы вот далеко уходить не будем работать нам надо сейчас заберем вот этот пинкарес который у нас лежит возле возле как называется лесопилки вот вон красненький возле квадрата лежит сейчас мы заберем и собственно поедем поедем мы уберем вот эти пеньки хотя бы часть пускай не все хотя бы там часть ух ты а как же теперь сюда заехать то представьте себе как заехать сюда интересно детки пряшут да делал ну я его загнул там вот как он прыгает как как молодой козлик козлик да но этот козлик он залазит сюда на вот вот это вот даже не знаю как ее назвать ну давай же ты ёо штяк щас он ой 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 блин смолился без заразы ну как теперь на выбрать старцев вот дела там так ладно да зачем я его сюда поставил не знаю ну сейчас мы его все равно прицепим там больше я его туда ставить не буду он где-нибудь лучше с другой стороны мы его поставим и то мы так можем потом его и лишиться в принципе так ну что ж сейчас займемся ну сегодня у нас такие будут наверное более не уборочные такой вот вариант стрима более такой стрим скажем так по леса заготовка так давайте включим наш пинкорез а вот этот прям сразу попробуем спилить ну да вот видите элементарный просто главное главное чтобы был доступ доступ до этих пинков чтобы не мешали ни бревна какие-нибудь ни что-нибудь есть такое подобное такое подобное ну что-то отлично 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 готово готово а что то во деревья на фирме нельзя пилить почему нельзя можно пилить можно по моему везде деревья ну вот бывает только конечно деревья я даже в городе пилил деревья ничего вот бывают деревья которые а вот типа как кустарники которые нельзя пилить ну просто потому что ну не подвески так а вот что-то у нас вот здесь получается убрать этот пенок интересно где прячут давайте мы еще разок подъедем может здесь потому что уклон давайте с другой стороны подъедем вот отсюда например да наверное как раз а вот косяк был то что он стоял снизу и собственно вот эта вот басня как раз и что все равно все равно что то как то не пилить что то не то смотрите уже сколько времени начинаешь пускать он его подымает интересно да как пенок он с вами стоит ну ладно сейчас попробуем немножко вон телом убрать после погрузчика ну как какой техникой пилить деревья бензопилой или если бабки позволяют то можно купить специальный есть там я не помню как он называется аппарат для собственно спиливания деревьев но он по моему всем хорош но конечно управлять ими не очень там надо привыкнуть привыкнуть и тогда в принципе можно будет спокойно пилить в вкладке по моему по лесозаготовкам или что типа того как то можно найти все оборудование для спиливания деревьев с давай ну чё ты вверх поднимаешь опускай вот вот опять походу делаем не до конца спилить пенек ага да уж что ж такое почему ж он не допиливает это какой то дурацкий 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 пинкарез так опять травы смотрите сто процентов сейчас спилим этот пенек и так ладно сохранить и загрузить по нового блин прозевали мы вот этот момент когда он поехал на разгруз давайте сейчас еще разок его направим туда чтобы он разгрузил нам все таки этот контейнер сейчас попробуем посмотрим там конечно может это правда глюк какой то но сохранять запускать я не буду там в принципе один или два пенька всего то из-за них особо нет смысла прерывать процесс вот а в следующий раз тогда что нибудь придумаем картофель у нас смотрите почти почти весь весь собран вот и это нас очень даже радует очень даже радует вот так кстати за молочко нам тоже должны сейчас денежки тоже дать вот вот в принципе вот видите вот тут вот щепа будет первая ячейка ну надо хотя бы то на 200 так вот 300 на ради так я не знаю прикола забить забить на этом складе вот поэтому пилить нам по-любому придется пилить эти деревья как бы нам не хотелось но пилить все же придется а соломы у нас пятьсот пятьдесят шесть по моему тонн что тоже тоже хорошо вот в принципе можно попродавать немножко соломы вот ну как то не знаю особо денег это не приносит поэтому пока пока мы с вами не будем ее продавать она нам и так будет нужна нужна в больших больших объемах где наш этот трактор пенька с а вот он у нас в принципе всего три пенька он вот так вот криво скажем так не спилил можно сказать не спилил а вовсе сейчас мне кажется это просто мы на на возвышенности и он не достает по ходу дела поэтому поэтому собственно и не срезает вот видите он не достает ну вот сейчас попробуем подъехать с другой стороны вот тут уже до елок достали ну вот так попробуем попробуем вот здесь а здесь снизу получается тоже будем достать сейчас попробуем да наверное не достаем вот видите она получается снизу и поэтому не достаем ладно это все мелочи жизни неровная вот эта вот поверхность поэтому вот такие вот поздние строят эти пеньки чуть-чуть при падении и начнем спиливать вот видите где в принципе более-менее ровная такая вот местность там мы спиливаем нормально то есть это блин секунду это кричать в регуляция он и на вот в то есть он он что здесь надо ему Продолжение следует... 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 какие-то как бы знаете как какие-то овраги что ли вот вот это вот немножко немножко напрягает а так в принципе в принципе все нормально так вытягиваем эту елку и тоже тоже тянем сюда ко всем остальным мне кажется должно у нас нормально потом подбираться вон тем скажем так щепа даже не знаю как это назвать щепорубом что принципе принципе мы с вами здесь все в одну кучу складываем и проблем проблем наверное не должно возникнуть а там мы собственно кто его знает всяко может быть так сразу поджимаем ё-моё дурацкая фишечка эх ты сорвалась 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 что же делать не получается что-то подцепить а нет смотрите получилось 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 так вытягиваем эту елку отсюда и и отправляем туда же опять ко всем остальным да кстати вот здесь вот можно будет потом поставить какую-нибудь мойку или что-нибудь типа такого вот вроде вот здесь вот пятачок такой вот ровненький вот смотрите сколько пеньков стало давайте отъедем отъедем и собственно вот опять травы сто процентов надо искать где наш вот он вот он наш погрузчик этот комбайн погрузчик надо же было такой сказать вот сколько мы уже третий наверное четвертый заход делаем да наверное четвертый вот уже 400 тонн мы с вами травы накосили и в принципе в принципе нормально вот давайте посмотрим что там с четвертым у нас полем как только четвертое поле мы уберем а я ускорю время опять чтобы у нас уже утро настало вот надо будет кстати глянуть а что у нас здесь у нас какая-то движуха непонятная понятно ничего хорошего здесь не получится давайте разрулим ситуацию пускай комбайн едет дальше а мы с вами здесь вот остановимся и подождем пока пока он пока он собственно не загрузится добрался до места разгруза так сколько там уже ну почти две две триста почти без малого о две тысячи триста тонн травы шутка ли так все запускаем по маршруту и сами сами продолжаем дальше заниматься лесозаготовкой сейчас только найдем конкорез наш вот вот обрубаем фары и понеслась понеслась а далее расчищаем да здесь напрашивается мойка мойка либо какое-то другое строение но вот это пустырь здесь скажем так не к месту а засеивать ну я не знаю посмотрим может быть засеяно деревьями что-нибудь другое вот видите здесь ровная местность и вот пенек он убирает полностью полностью давайте попробуем вот с этой стороны тоже подъехать здесь по идее тоже должен убрать нормально вот этот пенек мы с другой стороной подъезжали и он убрать не смог а здесь вот видите убрал но убрал все то есть это не косяк игры это действительно вот эти вот неровности которые собственно и не дают не дают чётенько подъехать и чётенько спилить вот этот вот пенек так что здесь хоть сохраняй как не сохраняй а лучше не станет ну вот видите и опять все нормально так а где еще пеньки вон там около ёлки лежит пенек точно стоит а лежит там у нас как раз елка есть тоже убрано отлично вот дальше ну тут немного осталось спиньков смотрите как мы быстренько их скажем так убрали здесь надо приподнять и поднять и потихонечку потихонечку опускать единственное не знаю как я буду их спиливать вот здесь вот вот на вот таких пригорках у нас получается трактор чуть выше чем сам пенек и это проблема это очень даже большая проблема вот видите она его спиливает он не достает просто его надо значит как-то сбоку что ли заходить сбоку нам наверное сейчас не получится зайти почему потому что там елка лежит и в принципе проблема это проблема сейчас уберем вот этот пенек так она мы тоже не уберем тоже потому что немножко на возвышенности мы находимся а пенек чуть-чуть внизу значит будем сбоку заходить когда уберем вот эти вот елки-палки зацепились за елку так ну вот и этот видите ровный и все сразу великолепно нет великолепно смотрите не перед что-то тоже не то ну и ладно не хочешь как хочешь а в принципе основное убрали такие вот которые задеваем а то что в принципе осталось ну это ерунда ну вот видите здесь с другого угла зашли и в принципе убрали убрали без проблем так здесь приподнимем и собственно тоже тоже спилим так наверное снизу надо будет подходить здесь получится как бы немножечко мы идем по горке и наверное будет легче-легче спилить но опять же это после того как уберем елки раньше не получится тут опять елка попалась а вот все отлично отлично убрали так вот видите как сразу становится хорошо без пиньков хорошо и уютно красиво и уютно и уютно и уютно а сейчас мы где этот уберет тоже подчистую не не хочет он застанет ну ладно а давайте взглянем так на скидочку все убрали ну вон те два пенька остались хотя мы сможем наверное вот сейчас между ними проехать и с той стороны изнутри заехать и наверное спилить спилить эти пеньки здесь получается опять же низина и мы с вами вроде как должны вроде убрать ну да вот видите с этой стороны мы подъехали и пенек убрали а с верху сверху не получается потому что мы просто не достаем до этого пенька а здесь смотрите все чудненько вот самый низ не получается достать значит наверное тоже с какого-то другого угла надо надо подъезжать так ладно тут он нам все равно мешать не будет мы не зацепляем ни колесами ни гнищем ничем мы не зацепляем данные пеньки а в принципе нам наплевать вот здесь вот что у нас пенек нет нет я что-то не пойму что у нас здесь да вроде ничего вроде ничего просто два дерева тупо лежат и поэтому не мешает вот тут смотрите крон забуксовал где-то сейчас мы глянем что там у него случилось ага березку нашел ну тоже молодец так березку нашел запустим дальше здесь наверное ему уже ловить нечего давайте прервем маршрут а сейчас добьем вот этот вот прицеп вот на этих вот местах где он а пропустил почему-то вот и собственно отправим отправим его на разгруз это уже будет пятый прицеп а то бишь 500 тонн как и на красном партизане мы с вами поможем положим к нам на склад вот но это очень даже хорошо сейчас наверное как раз обратно пройти и будет наверное 100 тонн 100 тонн так а может быть и нет ну посмотрим посмотрим 20 тонн вряд ли он наверное берет на одной полосе вот видите убрали полностью траву но там немножко созрело но это мы ускоряли ускоряли и в принципе она отросла уже в том месте ну он периодически конечно один-два редко засранец пропускает вот и ничего с ним не сделаешь смотрите 92 92 тонны надо добрать до сотки где нам тут докосить я даже не знаю вроде почти все скосили там только в самом начале остались вот эти вот куски которые отросли ну вот а пока нонмасс забуксовал где-то сейчас сейчас всех скажем так разрулим и так запустим по маршруту непонятно что вот так все запускаем его по маршруту а сами посмотрим что там смазан вот засранец что вытворяет видели вы это видели ну тут остался последний рядок вот как раз да убираем сейчас четвертое поле и собственно наверное будем заканчивать ускоре я процесс игры вот этот наступит у нас утро и собственно завтра уже тогда будем играть уже с утра попробуй березу спилить а зачем нам березу пилить смысл она корявая ее потом не очень-то хорошо транспортировать вот тем более я складирую их в основном в одном месте она там начнет скажем так блин что-то я не то сделал она там будет большая но во все стороны ветки будут лететь и ну это печально будет у нас тогда все так вроде я зацепил я не вижу там вслепую скажем так тягая но вот сейчас она отвалится и скатится наверное обратно что-то у нас как-то погрузчик совсем плохо ездит его здесь из стороны в сторону колбасит так давайте попробуем а здесь не достаем не достаем не достаем чуть-чуть попробуем вперед проехать ну и естественно зажать зажать не хватает этому погрузчику чтобы полностью вот блокировать дерево поджать еще чуть-чуть еще чуть-чуть поджать бы и конечно было бы вообще шикарно бы просто зажимал наглухо это бревно и оно бы уже никуда не делать бы ну а в принципе если допустим по два бревна там или три тягать то в принципе нормально нормально было бы так здесь у нас что-то опять елки пошли не спиленные вот здесь вот крон закончил работу ну закончил молодец иди домой время уже 9 часов вечера сейчас вот ребята уже заканчивают и мы собственно тоже закругляемся так вот этот пятак мы сейчас с вами расчистим ну так вот возьмем сейчас а давайте попробуем два сейчас туда ее а там пенек наверное не получится хотя почему не получится вот здесь у нас две две елки вот здесь можно попробовать зацепить их чуть-чуть только надо в сторону взять так и давайте попробуем попробуем их да смотрите поджали мы только одну печально вторая получилось чуть ниже и ее мы уже подцепить не смогли прикольный 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 погрузчик ребята всем советую не ведитесь на липхер ерунда полная вот берите gsb вот эту вот это штатный погрузчик самый-самый оптимальный вариант так сейчас опустим вот эти наши вилы и попробуем не видно здесь нифига за ветками нифига не видно так ну че надо поджимать поджимать вот сейчас отлично есть такое дело так и пока он у нас не свалился надо его ой что то мы не то делаем так ну не знаю не знаю как у нас тут с вами будет все это дело получаться вроде складывать мы складываем в одну кучу а как будем дальше потом подъезжать комбайном этим я даже даже не знаю посмотрим посмотрим как будет у нас это все потом происходить продолжение обязательно будет как только мы купим с вами комбайн как будут денежки вот сейчас пока ну когда катится нормально смотрите прям катится туда куда надо ну и здорово здорово вот туда укатилась ну вот все в принципе здесь пятак ну вот это вот можно елку еще убрать смотрите какой пятак мы с вами расчистили так так не знаю получится ее зацепить или нет здесь я прям в самой низине она находится но по идее по идее должны 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 зацепить зацепить великолепно 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 смотрите ну вот разве можно было каким-нибудь степаном или там еще какой-то техникой вот так вот хорошо прям сказочно вот так вот сложить все эти деревья вот смотрите сколько мы с вами много убрали убрали данных вот деревьев с вот этой вот местности вон там вон дубок лежит вот мы видим его спилили этот раз толстый не знаю как мы его будем убирать потому что очень корявенький такой и мне кажется будет нам тяжело тяжело но это будет уже наверно в другой серии сейчас мы посмотрим что там у нас с четвертым полем на четвертое поле убрано полностью засеем мы его завтра с утра вот сейчас посмотрю где там наш комбайн где сам грузовик так так вот они тут что там не поделили дорогу давайте сложим комбайн и разгрузим разгрузим вот эти 49 тонн которые у него есть вот здесь собственно прицеп и отправим его конечно же на разгруз так сколько у нас там интересно картофеля потому что очень много мы привозили да смотрите две с половиной тысячи картофеля тонн имеется ввиду вот и в принципе если бы была какая-нибудь распродажа то в принципе нормально нормально так могли бы мы поднять деньжат так что-то он не хочет отправить на разгрузку он не хочет зараза стоит ну и ладно стой фикс такой не хочет ну не хочешь как хочешь сейчас мы сложим всю вот эту вот технику как и положено чтобы она вот так вот не была разложена в рабочем положении вот можно было бы конечно помыть ее вот но по моему у нас мойки нету мойки нету поэтому подождем дождик так здесь у нас кстати маршрут отменем почему-то вот наверное поэтому так как раз он и не подъезжал не подъезжал и не разгружался сам забыл я его наверное включить так сейчас зальем бак топливом и поедем на разгруз еще 110 тонн положим в хранилище к нам и получается там уже где-то в районе 2,7 2,6 где-то вот так вот имеется ввиду 2,6 2,6 2,7 тонн тысяч тонн да нам надо бы конечно со свеклой тоже бы решить этот вопрос свеклу сюда затарить но пока пока все упирается в деньги пока мы не можем себе позволить комбайн и занялись вот мы сегодня щепой ну потому что особо работы не было мало у нас полей частично поля еще в стадии созревания поэтому тоже не можем пока ничего убирать и поэтому занялись мы щепой ну как условно так щепой вот надо сейчас где-нибудь здесь вот поставить вот эти вот наши вилы ну здесь давайте поставим возле ресторана наверное не будет никто против а сами поедем на биогаз на биогаз подцепим ковшик а завтра у нас как раз будет уборка силоса ну как уборка продажи силоса вот три ячейки надо будет продать появятся денежки посмотрим что будем покупать еще пока не решил возможно поля возможно возможно комбайн а вот этот вот свекольный но не знаю не знаю завтра будет день завтра будем решать а пока пока мы только ускоряем ускоряем время вот и собственно посмотрим посмотрим чем мы еще мы с вами можем заняться что у нас шерстью вот кстати шерсть еще надо будет завтра вывести вот тут у нас три секции четвертой мы подходим еще шесть секций здесь можно скажем так хранить до вывоза вот так и давайте по ингредиентам посмотрим врубим фары подъедем вот сюда вот смесителю и что мы видим во первых у нас полный полный вот этот вот бункер давайте я сейчас его разгружу вывезем моносмесь на склад и затарим затарим наши вот эти смесители я немножко остановил время чтобы чтобы у нас не не проста его потом наш вот этот смеситель вот и в принципе сейчас подвезем тут в принципе две ходки сделать ничего страшного так интересно посмотреть что у нас со второй со вторым смесителем там по-моему уже некуда было моносмесь ссыпать если мне не изменяет вот сейчас поедем как раз через коровник и посмотрим нет вы знаете вы знаете вот он в принципе работает работает и вот периодически ссыпает ссыпает моносмесь но мне такое ощущение что он всыпает моносмесь периодически у него там целый этот бункер моносмеси насыпает он периодически да вот 522 тысячи и больше больше не помещается надо просто больше да вот желтенькая замигала уже просто некуда всыпать надо просто больше больше коров покупать чтобы в принципе вот это вот смеситель смеситель он работала в полном скажем так полную силу так вываливаем на смесь а и не сюда что на смесь оборот сюда тогда вот вот сейчас можно взять силоса но я не знаю целую наверное нет смысла тонн 70 возьмем больше не буду брать силоса и 70 тонн где-то наверное возьму травы вот смотрите 952 тонны моно смеси вот в принципе в принципе нормально 23 часа у нас сегодня и мы сейчас должны получить денежки за молоко еще вот денежки за молоко вот ну денежки нам дают в 24 часа ровно вот так что это уже сейчас вот ну и смотрите 97 тысяч что-то в районе да вот 80 ну почти 81 тысячу нам дали сразу за все молоко что смогли надоить у нас в коровнике вот коровнике ну там мало-мало очень мало там у нас коров там я не помню сто с чем-то штук а вот мы видим закончился силос вот здесь вот да и не только силос тут и трава закончилась надо и траву подвозить сейчас все это дело подвезем сейчас только надо развернуться по удачнее темно не видно ничего даже не знаю правильно ли мы встали нет неправильно и так же тут плохо все видно пробуем пробуем здесь тоже пишет что силос не нужен да вы гоните а силос стой силос это же первая ячейка точно вот она доставил я фонари на ферме что-то они не горят наверно там надо электричество проводить что-то как-то печально совсем там скорее всего просто надо этот ветряные вот эти вот как они там мельницы либо солнечные батареи ну чтобы чтобы в принципе более-менее выдавало электричество там обычно у меня обычно и не работают ну вот тем более сейчас у нас смотрите рассвело но в принципе побарабану эти фонари сейчас так что так что все нормально пробуем еще разок что-то как-то я совсем плохо в вождении грузовика сегодня так выгружаем ну нас смотрите 6 часов утра почти за 25 тысяч но у меня нет таких денег пока да ты если бы на красном партизане такую фишку за мной замочить тогда да там денег по моему 3 с чем-то миллионам поэтому да здесь силос не требуется ну не требуется значит не требуется сейчас еще заедем возьмем травки так так вот он силос вывалим его здесь и заберем травы травы заберем тоже не так много я что-то переборщил даже можно брать спокойно 70 тонн и в принципе не париться не париться что вдруг там не хватит всего хватит даже не стоит об этом обдумать возьмем 70 тонн и достаточно вот видите две тысячи почти две тысячи четыреста тонн у нас было травы то есть проблем с травой у нас нету силос обязательно продам в следующей серии сейчас мы уже с вами подошли к финишной черте закончим сейчас стрим почему потому что ну уже наверное около двух часов мы с вами играем и это уже скажем так предел стараюсь я более двух часов не играть вот потому что очень очень сильно устаешь вот вот если бы допустим играть не в прямом эфире то это можно было бы хоть целый день играть там ну отходишь там куда-то по своим делам там это другое дело а здесь особо не отойти только максимум куда можно отойти это вот если телефон экстренно звонит тогда тогда да тогда хочешь не хочешь отойти нужно тьфу ты блин что ж я делаю забыл совсем где все ячейки у нас же средняя ячейка с травой а крайняя левая это уже солома так отлично полный полный прицеп единственное вот опять мы травы набрали будь здоров походу был целый прицеп и собственно лишка лишка это у нас сейчас попробуем траву сыпать в коровник потом может быть там будет место для нашей травы так смотрим что у нас тут кстати говоря должно получиться нормально ну чего далековато смотрите как стоит и все равно загружает злодей то так а теперь теперь нам надо вон туда протянуть к кормушке так да здесь тоже не требуется понятно ну не требуется значит не требуется значит довезем везем на на базу на складе вывалим да и все в принципе 15 тонн есть вываливаем здесь готово готово ну и хорошо так ну что дамы господа в общем выполнили мы сегодня нашу миссию давайте глянем что у нас шерстью опять полноценных тюков шестой наполовину уже готов завтра мы с вами завтра у нас будет тяжелый день будем сеять четвертое поле картофеля возможно свеклой не знаю посмотрим мы как по деньгам у нас пойдет вот нужно нам если сеять свеклой то в районе полумиллиона евриков если засеять картошкой то собственно ничего ну ну естественно будем вывозить шерсть будем косить траву сажать и собственно собирать урожай все как обычно вот на этом я заканчиваю если видео нравится ставим лайки подписываемся на канал комментируем всем пока